Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна Юэй. Знаете, друзья, буквально на днях первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире одного из новостных телеканалов сделал очень громкое заявление о том, что он будет лично убивать россиян, если те вторгнутся в Украину. Он заявил, что не ложится спать без оружия и готов отстреливать оккупантов. Если они появятся на пороге его дома и все это, несмотря на слабое зрение Леонида Макарыча. К этому, конечно, можно было бы отнестись несерьезно, ну знаете, человеку уже много лет, но эти слова прозвучали в период обострения на Донбассе. И хотел того Кравчук или нет, но он подлил, грубо говоря, масло в огонь противостояния. Особенно стоит учитывать тот факт, что Леонид Кравчук лицо официальное и представляет Украину на переговорах с Россией в трехсторонней контактной группе. Интересно также и то, каким именно оружием Кравчук собирался убивать российских солдат. К слову, бывший партийный функционер советской Украины, ни дня не служивший в армии. То самое оружие, о котором говорит Кравчук, по его словам, принадлежало правой руке Адольфа Гитлера Герингу. И предлагаю разобрать это заявление Кравчука, а также поговорить о ружье, которым он собрался воевать и сколько оно стоит. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Включившись в эфир Ахметовского телеканала Украина 24, Кравчук ответил на вопрос Дмитрия Гордона. Вопрос звучал так. Леонид Макарович, сейчас времена тяжелые, у вас оружие до сих пор возле кровати лежит, когда вы спите. На что Кравчук отвечает. У меня почищенное, готовое. Более того, у меня есть пристреленные места в доме, с балкона, с других мест. Я своей охране говорю, парни, если будет какая-то неприятность, не играйте, не бегайте. Я далеко не вижу, но тень увижу, стреляю я хорошо, могу случайно подстрелить. Я буду стрелять до последнего, пока руки будут держать оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, на порог не приглашал. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше, меня не интересует. После этого Дмитрий Гордон уточнил. То есть, если кто-то с парашютом возле вашего дома начнет выпрыгивать с российскими флагами, вы это оружие используете надлежащим образом. Кравчук подтверждает, говорит, использую обязательно. Я был уже давно на охоте, в прошлом году, 150 метров, никто не поверил с первого раза. Предупреждаю всех врагов, которые хотят прийти на свидание, пусть обходят стороной мой дом. Кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана, я сам себя охраняю. Правда, Леонид Макарыч не уточнил, каким именно оружием он пользуется. Хотя его марка, а также происхождение имеют очень интересную историю. Еще два года назад первый президент Украины показывал журналистам свою винтовку. Он рассказал, что это ружье из коллекции Геринга. Германа Геринга, правой руки Адольфа Гитлера. Геринг был одним из самых высокопоставленных чиновников Третьего Рейха, главой Рейхстага, начальником Люфтваффе и, собственно, одним из самых главных соратников фюрера. Сам Геринг был взят в плен с союзниками и отравился после того, как получил смертный приговор от Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, а также оружия. То ружье, о котором рассказывал Кравчук, это двухстволка, и, как он говорил, применял его по назначению. С помощью него охотился. Говорил, что с ним он на кабанов ходил. Также Леонид Макарович сказал, что у него есть пистолет марки Кольт. В общении с журналисткой он тогда говорил, все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит Кольт. Помнишь, был такой фильм «Великолепная семерка»? Главный герой пользовался вот таким вот стволом и показал, собственно. Но вернемся к винтовке, при помощи которой Кравчук, судя по всему, собирается оборонять свой дом от российской армии. Оружие это весьма интересное, и, как признался сам первый президент, очень дорогое. Леонид Макарович тогда не уточнил детали, но по внешнему виду оружие понятно, что это охотничья винтовка фирмы «Братьев Меркель». И, судя по всему, легендарной 303-й модели. Таких у Геринга в имении было несколько, поскольку он очень любил охоту. Одно из этих ружей с позолоченной эксклюзивной гравировкой. После войны было захвачено американцами и сейчас находится в Американском национальном музее огнестрельного оружия в штате Вирджиния. Говорится, что это ружье командующий сил США в Европе Дуайт Эйзенхауэр подарил своему генералу Джону Першингу. Самому же Герингу винтовка досталась в 1937 году также в подарок. И как раз в этом 1937 году оружейная фирма «Братьев Меркель» в Париже на всемирной выставке получила гран-при за этот 303-й Меркель. Эта марка производилась по одной и той же технологии, начиная с 1924 года и по сей день считается элитной среди охотников, причем не только на кабанов. Ружья этой марки, которые были собраны еще в те времена, в Украине сейчас купить можно. Стоит этот антиквариат от 20 тысяч долларов. Например, вот винтовка 1946 года выпуска. В Киеве ее продают за 21 тысячу 500 долларов. Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга, то эту сумму можно смело умножать на 5. Для примера, ружье Меркель 201 Генриха Гиммлера было продано на аукционе с молотка за 115 тысяч долларов. Кстати, во всем мире владельцев аутентичных винтовок Меркель не так уж и много. Ходят слухи, что такую даже дарили первому космонавту СССР Юрию Гагарину. Он, кстати, был заядлым охотником. При этом данная модель производилась до недавнего времени с незначительными изменениями в деталях. Но уточняется, что даже сегодня 303-я модель собирается вручную. Сейчас новая современная 303-я винтовка выглядит вот так и почти не отличается от старой. Опять же таки повторюсь, с этого заявления Кравчука можно было бы посмеяться, поиронизировать, выдать пару каких-то саркастичных высказываний. Но все это было сделано в момент обострения на Донбассе. И в целом вписывается в общую картинку подготовки украинского общества к войне. Ее неизбежности и война представляется как, знаете, что-то само собой разумеющееся. Обыденное вполне себе такое явление, которому даже пенсионер Кравчук, не служивший ни дня в армии, готов. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна Юэй. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Делитесь своим мнением обязательно в комментариях. И совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!